Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт, и добро пожаловать в самую прекрасную игру этого года, LEGO Marvel Super Heroes 2. Мы продолжаем её проходить, у нас 17-я часть, осталось совсем немного до финала. Сейчас мы играем за нелюдей, потому что выбора уже нет, и я так понимаю, мы подходим к финалу, поэтому как бы линии вот эти сюжетные, они сокращаются до одной, где нам уже, ну, к сожалению, выбирать, наверное, не приходится, и будем играть за тех персонажей, которых будут давать. Пока это нелюди, и, в принципе, я, конечно же, не против, многие из вас голосовали за это, и вы знаете, что... Погодите, это кто у нас стоит? Окей, Карнак, блин, выглядит прекрасно, ладно. Что касается Войны Бесконечности, уже вышел разбор, я знаю, что вы ждали этот трейлер, он вышел, наконец-то, и я, конечно же, тоже его ждал, так что уже сделал ролик об этом, что я думаю, свои предположения и так далее. Почему мы скачем по Тиналу? А нет, это Хала у нас, да? Нам нужно идти вообще вниз, чё, серьёзный? Можно спрыгивать здесь. Вот, так что ролик посмотрите по Войне Бесконечности, и, конечно, будем с вами ждать, когда Таноса добавят в Лего Марвел Супер Херос 2, а его по-любому добавят, потому что будет DLC по Войне Бесконечности, если вы вдруг ещё не в курсе. А, видимо, из-за того, что ворота так часто открываются, они... Вот, видите, они потом ещё, наверное, и взорвутся. А, понятно. Ноу не успеет, скорее всего, закрыть... Ага, а ворота-то не закрываются. Ну, пока ты завёшь механика, мы направляемся в сюжетную часть игры. Джей Джона, жди нас. Вы всё ещё со мной? Отлично. История Чёрного Грома и Нелюдей продолжается. Как вы наверняка помните, они пытаются вернуть... Защитить свой любимый Атилан и вернуть Чёрного Грома на трон. У этого парня самый мощный голос в городе. Конечно, после голоса вашего покорного слуги. Что же, справившись с максимумом безумным, Калевский род Атилана приключился на Кри. Боже мой. Вступив в битву в секторе Хала, Могучий и молчаливый Чёрный Гром готов разобраться со всеми Кри. Я ведь это уже читал. Разве Стражи Галактики не собирались покончить с Кри? Стражи? Их правильнее называть растяпами. Короче, будем надеяться, что они ничего не испортят. В этом как раз таки вся загвоздка. Они сейчас встретят Стражей. Помните концовку за Стражей Галактики, когда как раз таки кто-то появился? Да, я согласна. Охрана в этом месте не слишком хороша. От Ронана стоило бы ожидать, что он будет нас испытывать. Отключаем турбину, уничтожаем охрану и добираемся до Ронана. Ты меня балуешь. Ау, это мило так. Но дело в том, что Стражи... Как будто бы Ронан уже принимает гостей. Да, здесь уже есть Стражи, которых мы встретим. То есть мы немножко отправляемся в прошлое. Флэшбэк. Комната управления Ронана за этой турбиной. Нам нужно найти путь туда. Понятно. Я уже вижу несколько элементов. К сожалению, нам вот предоставили только так. То есть нужно разбивать что-то. Здесь есть статуи Ронана, что неплохо, но... Так вот, в прошлой серии вы писали, что... Серия была совсем не нудной. Хотя я таковой ее назвал, потому что там было довольно мало экшена. Так, погодите. Наверное, сюда, да. Медуза, ну-ка. Мало экшена и больше препятствий. Я как бы не то, чтобы такое не люблю, но все-таки показывать на видео, это не так весело, как в это играть. Поэтому я люблю больше, где там всякие злодеи, боссы, экшена, много можно драться. Это выглядит всегда офигенно. И это смотреть интересно. Поэтому я назвал серию нудной. А так, естественно, в целом серия-то неплохая. Но, правда, босс немножко подкачал. Можно было бы кого-нибудь поинтереснее выбрать, нежели живую мумию. Например, того же Локи. С ним подраться было бы прикольней. Но что поделать, ни мне выбирать, ни мне создавать уровни. Играем так, как есть. Я просто рассказываю, как, может быть, сделал я. И что здесь? У меня есть ощущение... Нет, я-то перелечу, но... Что я не сюда пошел. Или все нормально? Блин, я так и думал, что здесь нужна медуза. Но... А как я за нее-то подберусь? Давайте делать. Я немножко себя не то, что плохо чувствую, но я такой слегка сонный. Потому что я очень мало спал. Сначала вообще больше суток не спал. Потом вот немножко поспал. Выложил ролик про Войну Бесконечности. И, в общем-то, играем за нелюдей. Турбины управляются отсюда. Здесь у нас... Что-то похоже, знаете, на ДНК. Спираль ДНК, но... Ну, просто похоже визуально. Конечно же, это не она. Это типа какой-то реактор. Окей. И что это мы сделали? А, мы отключили его. Все. Да, это на самом деле похоже на спираль ДНК. Не знаю, почему делали именно в таком виде. И здесь, очевидно, нужно будет, наверное, как-то пролетать. Между этими лазерами? Или мы не все отключили и нужно будет до конца это... Здра... А, вот, нет. Смотрите, да. Все-таки нужно... Ну, они прям в мост превратились, на самом деле. Текс сейчас... Блин, за ней неудобно играть, потому что волосы, они, видите, такие очень пышные. За ними ни черта не видно. Так, ну, здесь вроде бы прошли. Текс, ну, по-моему... Это... Что еще такое? Ладно, оп, замечательно. Дверь за тем плазменным щитом, вероятно, где-то есть... Внешний источник питания. Можно найти способ его отключить. Что? Как-то предложение было странно построено. Ого! Должна быть эта система громкого оповещения, но она способна также сфокусировать любой голос. Если мы нацелим ее на генератор, то сумеем... Ну, понятно. В общем, черный гром должен закричать на генератор, чтобы он взорвался. И, в общем, этот плазменный щит, он убрался. Здесь, по идее, можно отключить теперь, и... Вся система вырубается. Черный гром сейчас к нам придет. Мы пока можем осмотреться. Так, Стэн Ли, вы где-то его видите? Где? Стэн Ли? Вот здесь, что ли, сидит? Погодите-ка. Не бей, не бей, стой. Стэн Ли, где-то здесь. Стэн, держись. Пока не нашел тебя, но... Вряд ли я, наверное, смогу его спасти. У меня опять не хватит персонажей, не хватит способностей. Блин, сколько же здесь монет. Вот всегда бы так, в таких ящиках много монеток. Но нет. Так, что там, черный гром? Ты пришел? Сейчас, секунду. Черный гром. А, понятно. Замечательно. Вот видите, что происходит. И не знаю, почему они сделали его таким странным. Ну, как бы, помощников сделали такими странными, что они не могут выбраться из... Хотя бы телепортация. Просто телепортация. Ну, такой... Очевидный перенос персонажа к другому персонажу, который уже прошел дальше. Это удобно и это часто используют в других играх. Так, и теперь просто подойти из-за черного грома все так просто? Как-то, знаете, подозрительно. Ладно. Чего ты? А, просто закричай. Сейчас, секунду. А ну-ка, подай голос. Пошла жара. Воу, даже геймпад затрясся. Офигеть. Так, а где Стэнли? Откуда он кричит вообще? Я надеюсь, я сейчас его не разрушил. Здесь, по идее, может помочь Медуза, потому что руки-то у нее теперь увеличиваются благодаря волосам. И, кстати, замечательно, что хоть здесь Медуза со своими волосами, со своими способностями, потому что, ну, я не весь сериал Нелюди посмотрел, на весь меня, к сожалению, не хватило. Нудноватая все-таки тема для меня. Там, во второй серии, я не думаю, что это спойлер, во второй серии отрезают волосы Медузы, и она, ну, наверное, может быть, в финале она вернется с волосами, хотя я сомневаюсь. Весь сериал она ходит без волос. Это странно. Как? Ну, это то же самое, что Человек-паук без своих сил. В чем его смысл? Он тогда обычный человек. То же самое и здесь. Это же вообще нелогично. То же самое, что смотреть сериал про просто Кларка Кента без сил. То есть есть Тайны Смолвеля, где у него есть силы, но нет костюма, нет имени Супермена. А вообще, вот представлять, смотреть про деревенского парня без сил, и в чем смысл тогда? Весь сок персонажа теряется. Волосы Медузы, это же крутизна. Так, парень, ты что-то здесь стоишь? Мы уже, по идее, крикнули. Или мы еще не... Мы не до конца же повернули, нет? Или этого хватит? Ладно, пробуем еще раз крикнуть, пока мне не совсем понятно. Офигеть, посмотрите! Даже здания и горы разрушаются. Насколько же мощная эта штука! Ну, в смысле, наш голос, плюс этот усилитель. Ну, вроде как мы приближаемся, да? Кангу-завоевателю. Да, мы можем, по идее, пройти дальше. Смотрите, здесь уже сразу открыли. Полетели. Вот, то есть, по идее, можно пройти, блин. Хотя там я ничего не сделаю, так что да, полетели. Ронан, обвинитель, повержен? Кто же тогда командует Крии? Старлорды. Здесь творится храна. Галактическое дело невероятной важности. Никто не смеет отвлекать высший интеллект Империи Крии. Мы свободные правомер... Правомощные правители Атилана. Молчать. Стражи. Устраните эти помехи. Ооо, what the hell? Стражи галактики и злодеи. Посмотрим, как вы будете сражаться с бывшими союзниками. Стражи галактики это злодей, what the hell? Блин, офигенная идея, кстати. Вот сделать их прям реальными злодеями. Знаете, не просто мини-боссами, типа. Отрубил он сразу за тебя. Нет. Вот реальными злодеями офигенно. Хотелось бы даже чего-то такого еще более брутального и грозного. У Старлорда. Воу, что творит, что творит? Офигительно. Только он нам детали принес, а? Это его проблема. И прикольно вернуться в это же место, только с другого ракурса. Они сделали танцы. Блин, это... Это офигенно. Да, мы его победили. Офигенно. Просто бомбезно. Большое спасибо создателям за такую вот нотку юмора. Мы, кстати, мы получили все-таки Старлорда. Да, я не начал прыгать. Рыбак и рыбка. Вот это наша любимая игра. Такого очень не хватало. Хорошо, что добавили вот такой смешной момент. Это и битва с боссом, скажем так, но она сделана весело. Как, кстати, по канонам Стражей Галактики, да? Искренно вселенной Марвел. Ракета, Грута, ох, это плохо. Что вы видели круче, чем босс Грут? Да, если бы, конечно, он еще вырос в какого-нибудь Кинг Грута. Ну, то есть такого короля Грута. Более мощного, скажем так. Давай, Грут на массе. Вырастай. На самом деле, изи их побеждать, но это офигенно. Кстати, не знаю, почему я играю за Старлорда, хотя могу играть за Нелюдей. И, наверное, давайте так сделаем. Поиграем за Медузу ту же. Вау, посмотрите, они сделали тимап, и ракета теперь сидит на Груте. То есть они так усиляются. В плане использования тимапа и вот этой, знаете, вот этих союзов героев, этот уровень, конечно, очень хорош. Кстати, ракету, по идее, я бить не могу. Мне только нужно уничтожать Грута сейчас. А нет, он даже залез на него. Оп, 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 по моим пятам. Ой. Дракс, Гамора, вставайте. Вы должны освободиться и мне помогать. Не, ракету я побить не могу. Мне нужно бить именно Грута. Видите, у него есть шкала жизней. У меня захватил? Нет. Нормально. Валим, 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 валим. А, блин, они просто по времени слезают, а я почему-то упустил этот момент, когда нужно было как раз таки атаковать, а не бегать от них. Видите, ракета там подзбита немножко. Что-то на самом деле тяжеловато. Видите, он опять залез. Лучше я за Грома буду. За Грома получалось получше. Точнее, за Старлорда я играл. За Грома еще не бил уже. Че, как оно вообще? Я бы использовал сильный удар, то есть крик наш, но... Я боюсь, на это уйдет много времени, я просто не успею. Бэээнс! И куда я попал? Я не попал, ну че? Зато, кстати, видели, какой я лайфхак использовал? Смотрите. А ну-ка. Да, да! Смотрите, не могут меня ударить, видите? Такой бред на самом деле. Когда я заре... Ну это, это фигово. Я понял, для чего это сделано, чтобы когда вы что-то делали важное в игре, какие-то важные штуки, вам не мешали мелкие враги, но это же конкретный недочет, смотрите. Все, меня никто не может убить. Я бессмертен, по сути. Вот нашел еще один баг, если вам интересно. Да, я, кстати, по груду попадаю, но там, на самом деле, так слабенько. Зато меня точно не могут убить, по мне. Попадай, не попадай. Все. Блин, ну мне как-то даже жаль, что вот так оно получилось. Так. И теперь, по идее, можно будет даже добить, 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 добить. Давай, 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 да ну. Отстань, отстань. Как раз пока он будет на меня бежать, я... А, блин, я ошибся. Ну, вроде снесли, да? Что? Грут захватил его? Почему он говорит как Грут? А это Грут говорит. Нет, как? Это не соответствует моим прогнозам. Смотри, я читал, не мог подпрыгнуть. Оу, щупальца, боже, боже, много всего происходит. Главное сейчас не фейлить, я просто вообще не разберусь, что и как. Мой мозг плохо варит, как и всегда. Там кого-то, надеюсь, отключил, хоть по кому-то попал, но нет. На самом деле, верхний удар черного грома, офигенно, смотрите. Бэмс! Еще раз давайте. Ну, сейчас понятно будет Гамора и Дракс. Следующие мини-боссы. Офигенно! Очень нравится этот удар. Он выглядит красиво, и звуковой эффект отлично подобран. И, ну, на самом деле, работает хорошо. Смотрите, бэмс, и все вокруг не разлетаются. А, мне нужно бить вот эту штуку, я не заметил. Ну, я тормоз... Все, изи. Парень, ты что, стоишь? Ну, вроде как, я неплохо справляюсь на этом уровне. Конечно, видите, не собираю. Монет огромное количество, но почему-то эта дорожка идет очень медленно. Настоящего фаната. Мне не заполучить груд. С тобой сделаем небольшой тимап. А, это ракеты, ладно. Переключилась на него. Спасибо за монеты. Сейчас, секундочку. Мы немножко еще расправим. Сколько у него этих щупалец? Или мы одни и те же бьем почему-то? Вроде как их вырубаем. О, найсец. Наконец-то. Ну, и с этим пора заканчивать. Извини, парень. Ты, который похож на репку. Так, один у нас, да, нужен ракета. Другой это медуза. Ну, или, наверное, грудь тоже сработает, я думаю. Смотрите. Сейчас попробуем. Ну, здесь точно ракета. Ну, первая взялась медуза, пускай будет она. Должен был другой быть результат. О, что? Как происходит? Как вы меня смогли победить? Мы же стражи галактики, чувак. Давно нужно было это понять. Стойте! Вы не понимаете, что на кону! Да ничего, собственно. Мы просто победили тебя. Раз Сокрини вымрет, я думаю. Что нужно сделать? Эй! Может, может, надо пострелять? Стрельба помогла, на самом деле. Газ. Ну, поздравляем, мы вроде как вырубили этого парня. Я не знаю. Нет, Гамора. Бессмысленные идиоты! А, вот это рассчитай. Идиоты, вы не понимаете! Запущена процедура ликвидации аварии и блокировка в процессе. Это уже перебор. Но вам понравилось же! Да, ваша светлость! Эй, эй, полегче. Нужно время, чтобы прийти в себя. Спасибо, Питер. Отлично сработано, Черный Гром. Твой народ присоединится к нам? Мы постараемся помочь вам одолеть Канга, но сначала нам надо навести порядок в собственном королевстве. Понятно. Пока прощайтесь, стражи. Я есть Грут. Сам слышал, что он не слишком разговорчив. Да и твой словарный запас не впечатляет. Да. Грут и Черный Гром могли бы стать хорошими друзьями. Халла, туда и обратно. Да, поняли? Хоббит, туда и обратно. Отсылочки, все дела. Халла, ты не этого, Кри, ищешь? Эпизод пройден. На самом деле, такой вот немного странный уровень. Видно, что вот эти вот последние уровни, они какие-то немножко бессмысленные идут. Ну, то есть, они добавляют, конечно, дополняют сюжет, но их видно, что делали в спешке. Например, уровень с Кун Лунем. Одни из первых уровней тоже были очень насыщенными, эти немножко сбавляют темп. Наконец-то нашелся соперник, достойный Канга. Теперь я нанесу ответный удар. О, Канг всех Кангов. Возможно, все это можно уладить путем мирных переговоров. Я Канг-Завоеватель. Я занимаюсь завоеваниями. И я собираюсь продолжать в том же духе. Это кофе? Что это вообще такое? Космос, собрать коды с нистящих стражей! Прости, Космос, сигнал прерывается. Это странно. Интересное чтиво. Похоже, там заключен огромный Эмми. Эмми? Электромагнитный импульс. Если мы его высвободим, щитам цитадели придет конец. И Космос, наконец, увидеть дамочку! Да. Мы проанализировали осколки Нексуса. Мы можем соединить осколки, но на знамок где в результате этого произойдет мощный выброс энергии? И сотрет поместье с лица земли. Ответ прост. Мы создадим проводящее устройство, которое перенаправит эту энергию в небо над поместьем. А затем нам понадобится стренд, чтобы создать портал для знамок где. Похоже, пора готовиться. Разве что-то мощь пойти не так? Что-то, видимо, может пойти не так. И вот как раз-таки начинаются вот те самые финальные миссии. Кстати, мы впервые играем за великана, он же Голиаф. Помните, его минифигурку давали? Оса и Железный Человек, наконец-то. Удивительно, но мы за него сможем поиграть и еще и Оса. Замечательно. Конечно же, поддерживайте лайком. В пятнадцатой части по-прежнему есть еще розыгрыш. И еще в финальной части будет розыгрыш игры. Так что обязательно участвуйте. Спасибо, что посмотрели комментарии, лайки, подписка на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok